Я бывал в разных городах, больших и малых, видел в них чудесные парки, но город в парке вижу впервые, писал американский художник Рокуэл Кент. Сейчас, конечно, Киев не тот, что был в конце 20 века, но каким бы он ни был, он прекрасен. Теплый привет влюбленным в путешествие из столицы Украины. По одному из преданий, название города происходит от имени Кия, самого старшего из трех братьев, которые, согласно легенде, считаются основателями Киева. Побывать в Киеве и не пройтись по Андреевскому спуску – это практически преступление. Андреевский спуск с бесчисленным количеством картин и односувениров запомнится надолго даже тем, кто лишь один раз пройдется по его брусчатке. Но кто не видел этот вид на реку и памятник? Это фото очень популярно в интернете. Парк, который возвышается над правым берегом Днепра, также обязателен к посещению. Около 160 лет назад в нем соорудили памятник Владимиру Великому, крестившему Русь, в честь которого парк получил название Владимирская горка. Потрясающая панорама, правда? Конечно же, дня не хватит, чтобы посмотреть все достопримечательности и красоты Киева. Но есть маленькая уловка. Можно посетить парк «Украина в миниатюре». Здесь около 50 макетов самых выдающихся архитектурных сооружений Киева и других городов Украины. Чудное место! Ну и, конечно же, нужно уделить время посещению музея Пирогова. Это самый большой музей под открытым небом в Европе. Территория парка огромная. В среднем потратите 3 часа минимум, но от прогулок среди мельниц и украинских хат останутся только положительные эмоции. Словом, Киев всегда рад гостям. И будьте уверены, омрачить путешествие по Киеву будет сложно, чтобы не говорили и не рассказывали в интернете и по телевидению. Поэтому путешествуйте! От путешествий только польза!